всем огромный при огромный привет я очень рада видеть вас на своем канале надеюсь вы рады меня и видеть и слышать ребят и мы с вами поговорим о канале ольга уралочка лайф обсудим очередной стрим стрелом ну знаете хочется правда назвать помойку потому что вот действительно еще такой мерзости да еще три с половиной часа я не видела да и стрим который был просто тупо посвящен обзорщикам и диете как будто уралочка сбросила 20 килограмм значит сначала они нам уралочка нам заявила о вышли спонтанно прям спонтанно да решили вот так вот спонтанно выйти а каждое воскресенье они выходят спонтанно вот брешет ну вот зачем самом начале стрима уже брехать зачем ребят для чего вот зачем сказала бы что вот у нас день воскресный мы решили просто выйти в прямой эфир а то это спонтанно как бы не думали не гадали шоу ролик не загружали до с утра потому что знали что выйдут в прямой эфир ну и значит да понеслось сразу уже про диету что уралочка же у нас уже на диете она же у нас уже прям как диетолог стала уже на рассказывает да рассказывает как сначала было тяжело пять дней на диете говорит ну получается ну сколько ну не пять ну уж неделю да ну на какой диете прям смеяться хочется да когда она говорит про диету значит и она у сначала было это так тяжело так тяжело это просто какой-то капец да ну а потом уже стало легче говорит вот будет до контрольное взвешивание и она потом расскажет но вот сафар проиграл говорит похудела на 5 чем-то килограмм вот я понимаю да есть блогеры которые действительно вот с большим весом они значит пытаются похудеть да они ведут свой влог они рассказывают они показывают что они кушают до контрольное взвешивание то есть вот сколько до и вот далее что они какие они там какое у них питание да какая диета все рассказывают показывают и через какой-то промежуток времени до контрольное взвешивание значит и урал очка тоже решила показать до контрольное взвешивание но не показала реальный вес от которого якобы она теряет до килограммы то бишь худеет кстати ребят мне не заметил чтобы она ну вот похудела вот назад у нее там был видеоролик где там где она в синем платье что-то она там покупки в магазине до сдачи якобы они приехали и значит там у нее и причесон тот же самый и точно так же выглядит короче мне даже кажется что сейчас она гораздо полнее нежели было ну а значит да сидит таким умным лицом и уже как будто профессиональный диетолог она рассказывает до рассказывает о диете с утра два яйца бутерброд с маслом да сыром и кофеек без сахара говорить не могу с сахаром диета смешно по моему ничем это не отличается от того что она гела наоборот мне кажется меньше ела грудка говорит в горло не лезет короче ребят вот такую чушь да и все вот пишут да и пишут и там большое количество до времени просто вот про эту бестолковую диету которой по сути нет ну и значит когда у нее спрашивали про вес да то молчала молчала и значит я думаю что она не говорит еще потому что она еще скажем так не придумала какой вес сказать как это все правильно до выложить зрителям и такой прикол говорит что сафар не дает еда есть вредную пищу и как он сказал ее по рукам мухобойкой понятно понятно какой там контроль сафар чик не дает есть урал очки и вы знаете посмотрев этот стрим на эту агрессию и правда подобного подумала что она точно уже скинула те 5 килограмм потому что если он такой контроль над ней ведет а еще и такой агрессивный то как бы она вообще не исхудала и не истощала вся значит потом она рассказывала о том что отучилась на швею но кроить она вообще не умеет и в этом она сама учка и я тут задумалась себя вот я не знаю да даже в кружке кройки и шитья учат кроить не только шить не только ровную строчку делать кстати такой кружок я ходила и у меня тоже какие-то такие ну навыки все-таки остались да я конечно же не все это помню но я занималась таком кружке и я знаю что в кружке учат до шить как правильно с машинкой работать кроить выкройки до на манекене как примерять все это и как так где она тогда училась где же она училась что это за такое заведение да учебное где только учат ровной строчки что ли как правильно шить а выкройки кроить или все это по отдельности нынче учат до специальности разные да кроить в одном да надо заведение учиться а строчку делать в другом как-то вот не вяжется такое чувство что она и может быть и колледж никакой училище не заканчивала вот как-то все странно такое чувство что как будто какие-то курсы по просто по ровной строчке прошла ну как бы вот просто вот такое вот мнение у меня сложилось напишите может кто-то у меня есть тоже мастера до которые шьют неужели только учат как строчку ровную делать ну вот как то так вот у меня куда такой вопрос до закрался уралки как так потом там прыгали скакали что у них 80 тысяч подписчиков да я уже об этом говорила что возможно и подписывается но явно не такими пачками что все равно присутствует накрутка но вообще подписчики то у них в основном такие же как урал очка с проблемами здоровья как у урал очки с большим весом и они об этом часто пишут в комментариях поэтому я вполне понимаю почему их тянет именно к ней да и почему она им такая добрая такая шелковая ну еще очень многие не знают до чем прославилась это уральская парочка да опять же накрутки тоже ну а чем заниматься неработающему сафар будут твердеть и говорить что он работает он оператором работает прям столько он работы выполняет какой интересной работы он выполняет напилят роликов на неделю поехал загрузил и все вот и сейчас сказал говорит три ролика есть в запасе получается три дня можно отдыхать да но опять она там про отпуск заговорила ребят так смешно про этот отпуск что она якобы работает работает она вот сидела вот шила шила прям где она там шила я понимаю что человек там с 8 до 5 дошил и это каждый день без выходных ну там пара выходных до суббота воскресенье или один воскресенье что она там шила больше она готовила нежели шила что она там шила скажите чтобы прям таки брать отпуск от шитья ну опять да какая-то билиберда обык сказать что-то кстати да по поводу ее чтение комментариев ребят то ли она плохо видит то ли она читать не умеет ну не знаю вроде бы же в очках было и что-то пыкает мыкает не может прочитать говорит ой там кто-то что-то не вижу ну сафар пытался там ей помочь и там вообще травами расти я теперь понимаю почему он не сдал экзамены потому что ему реально нужно учить русский язык потому что то что говорит он это страх столько жить якобы в россии да как нам уралочка твердит да и не знать русский язык но в принципе если он с олей живет то она то и сама толком русский язык не знает она свойский язык знает да но если он собирался отучиться на права получить гражданство то как же это без языка ну в общем так как то не знаю ребят значит кошку любимую шкурой обозвал да потом взял ее начал тискать пока уралка не попросила отпустить ну да он ее терпеть не может потому что и угрожает постоянно что побреет ее да вот шкуры и и называет и она его терпеть не может тоже потому что он ее жмякает а коты не любят когда их берут и вот так вот насильно в руках тискают коты сами приходят к своим хозяевам если считают что это нужно и если им хочется дальше нам с малинкой передали привет даже ручками помахали но это было сначала просто такой себе привет ну хотя с нотками говна обозвали там нас говнистыми каналами и тому мусором ой и прочей всякой гадостью да вот они не замечают в какой грязи копаются сами в своей же во вранье в попрошайничестве ребят это ужас да обзывают всех говорят мы не всех обзываем мы подписчиков не обзываем нет мы их не обзываем мы обзываем только вот отдельных до обзорщиков обзываем тоже признает что обзывают об оскорбляют а мы что не подписчики или вам показать я являюсь подписчицей канала ольга уралочка life да я смотрю видеоролики я живу в беларуси и от меня они получают деньги за мои просмотры а мне иногда даже бывает мало посмотреть один раз я смотрю несколько раз на ускоренном видеоролик да мне включается в начале реклама их я являюсь подписчицей то получается значит подписчики да подписчиков они оскорбляют да и что ж вот я не понимаю так упёрлись им обзорщики особенно я это ж сколько надо злости выливать и ребята это же неспроста это просто от страха это просто от страха что они врут а мы рассказываем что они врут то что мы эту тему зигаванья касаемся их колбасить но уралку может быть так не колбасит как колбасит сафара просто колбасит его где-то там какой-то ему письмо на почту приходила про налоги и про налоговую до платят ли они за поборы или не платят якобы за благотворительность ну и вот он что-то как-то эту тему решил на и на на меня переложить до перекласть ох сафарчик сафарчик ты даже не знаешь сколько дел с налоговой надо иметь да в благотворительности именно в благотворительности это куча отчетов приходов и расходов мне интересно вы собираетесь это делать или нет кстати официальная благотворительность это не так то все и просто у вас она не официальная вас просто поборы официальная благотворительность это совсем другое но я возможно этой темой коснусь чуть попозже кто там чем них собирается проверять пусть проверяют мне как-то вот настолько по барабану и кстати сафар еще заявил да что три ролика он загрузит и никто не посмеет обсуждать эти видеоролики да и сразу полетят страйки с какого перепуга интересно и страйки страйки на что если опять на авторские права то простите мы не используем до обзорщики не видео не фото до из видео я говорю себе я не использую и какое интересно авторское право моё мнение является моим авторским правом я делаю обзор и имею на это полное право а вот чем больше страйков одному и тому же человеку тем вами могут уже заинтересоваться кстати я у поддержки интересовалась поэтому мне сказали вы радуйтесь если больше вам будет страйков идти значит упадет на дно именно тот канал который это делает поэтому мне вот как-то фиолетово да не как-то фиолетово я свои права знаю авторские потому что я сижу и говорю и не беру чужих материалов мои материалы это есть мои личные материалы и нигде не указано что обзор запрещен критики наоборот везде нужны и везде важны дальше про попрошаек да что вот якобы на ней говорят попрошайки попрошайки а ниже никакие не попрошайки какие же они попрошайки вот у них якобы вот так вот получилось да что вот такая ситуация что нужно было начинать лечение а деньги они отдали на памятник маме до отдали сестре чтобы заказала памятник в смысле а вы что не зарабатывали больше это единственная зарплата что за дурацкая отмазка деньги отдали на памятник так это ваш долг это ваш долг или надо было подписчикам может быть дать денег на памятник вашей маме как виталька с ангелиной на похороны просили это ваш долг вам никто ничего не обязан и не первый день проблемы со здоровьем чушь такая чушь просто вот такая чушь что уши вянут вот слушать эти отмазки до денег не было на лекарства такая ситуация такая ситуация что прическу срочно сделала в креветку сгоняла в толстую свои пазюры намалевала при том что девочка приехала это надо было оплатить так все девочки туда оплатить назад ребят ну как вот можно вот это вот слушать до эту общую на уши как как можно эти оправдания даже воспринимать ну ребят я все понимаю я понимаю если будет действительно была такая проблема со здоровьем да и человеку необходимо было просто необходимо было срочное вмешательство медиков срочная может быть госпитализация где-то платное лечение и бесплатных клиник нет все понятно тут понимаешь тут если на кону жизнь тут все понимаешь тут человек наедал себе вес причем знала о проблеме давно из какого-то перепугу срочно должны были зрители ей донатить на лечение ну ребят вот эти вот отмазки и и просто глупые не прокатывают ну в общем да там опять была про диету как ты олечка всхуднула как ты похорошела всякое прочее вот честные комментарии все смывались даже писали про то что почему не провести честный стрим на что уралочка сказала что вы свой канал открываете там все честно до проводите а это мой канал шо хочу то ворочу ну да там шо хотели то воротили не успевал сафарка только все подчищать потом даже да про то что вишня песни поет видимо его просто это все взбесило принялся он за вишню и чем больше он выходил до на улицу или куда он там выходил тем больше он становился какой-то страшный невменяемый и его конкретно колбасила я уже в своем предыдущем видеоролике говорила что я даже не сообразила что вот это он хотел что он хотел или ему недостаток женщины и это уже угроза какая-то как насилие да или это он мне хотел шею скрутить и это физической расправы угроза что хотел он сделать вишни такой невменяемости я еще у блогеров не видела и знаете вот как будто нетрезвый человек тот который говорит что спиртного не употребляет откуда столько гнева и невменяемости и чем дальше тем хуже уралка прямо его останавливала говорит успокойся успокойся сейчас закончу стрим видимо он не впервой такой видимо частенько он такой бывает сушки но как это иметь столько злости и ненависти если вы такие правильные если вы такие честные не врете так чужие обращайте внимание на обзорщиков не было бы обзорщиков никто бы вас не смотрел кто бы вас смотрел если бы вас не обозревали вы не интересны были бы а так глядишь кто-то заглянет да и посмотрит кто-то там в комментах передалось беларуси якобы привет на что сафарчик сказал в беларуси плохие люди серьезно сафарка в беларуси плохие люди приезжай посмотришь какие в беларуси люди ну я думаю что он он имел ввиду меня короче ребят повторюсь после этого стрима немедленно хотелось просто пойти в душ такой грязи я еще не видела и эта парочка которая говорит себе что они такие добрые пушистые что они такие прям простые вот они искренние настоящие ребят 1 фальшь 1 фальшь смотреть просто реально в последнее время невозможно невозможно от того что вот врут да получается врут и когда мы начинаем говорить и указывать на это вранье на неправильное поведение обзорщики их начинает колбасить ну разве если человек не врет то ему есть чего бояться есть чего нервничать не знаю ну а этих просто колбасит не на шутку и все им мешают до малинка вишенка все мешают просто ну вы же понимаете не будет обсуждать малинка не будет обсуждать и вишенка найдутся другие которые еще похлеще за вас возьмутся кстати про возраст тоже зацепили до что якобы сафару 34 а ему 44 как уралка говорит и самом деле да он вот на стриме был какой-то выбритый вообще он на всех 24 до косил то он пытался там в камеру показать свои седые волосы что он мол старый и да уже потрепаны и волосы у него уже никудыш не да посидевшие что его попросили сафар ну как бы ты покажи паспорт да тогда мы поверим себе еще еще чего да еще что вам показать нет ну ребят понятно вот столько уже таких да вопросов возникает относительно до возраста что действительно там в соцсетях был возраст один потом второй допустим ребят действительно если ему 44 и постоянно столько вопросов постоянно столько подозрений почему не показать да почему не показать какой-то документ а с датой рождения не обязательно там какие-то цифры показываешь вид нам было там фамилию до его имя и дату рождения что такого и помню как попросили все показать свидетельство о браке, да не обязательно, да, само свидетельство о браке в паспорте же тоже ставится штамп, ну, можно тоже показать, ну, доказать, да, то бишь, доказать людям, которые об этом спрашивают, и это же не просто один человек, или я тут такая любопытная, покажите мне, да не надо мне показывать, вон сколько людей об этом спрашивают, мне нафига ваши документы, они мне совершенно не нужны и не интересны, вот почему не показать, ребят, это потому что вот скрывают, врут, постоянно не хотят, да, говорить правду, вот и люди и не верят от этого, ну, а они раз еще больше скрывают, то поэтому еще больше недоверия, ну, и короче, к концу, ребят, вообще сафарчик был совершенно невменяемый, ну, про меня постоянно вспоминали, вспоминали и вспоминали, это просто вот как я мозоль, просто мозоль, мозоль им, да, потому что я вот вскрываю, да, их всякие нарывы, которые называются ложь, и вот их колбасит от этого, колбасит и постоянно меня вспоминают, знаете, мне уже, если честно, страшно, чтобы где какой-нибудь, да, таджик ко мне домой не пришел, благо у меня рядом есть два взрослых мужчины и рядом надо мной тоже живет охрана, к которой я могу обратиться и столько злостей, постоянно вот он вспоминал, да, все, вишню, 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 то приветы передают, то Уралочка решила, да, заговорить о красоте, говорит, Оля, займись собой, вы представляете, Уралочка мне сказала, чтобы я занялась собой, да, а то я такая страшная, такая ужасная, вот правда, ребят, мы, наверное, все девочки, да, не особо любим свою внешность, не особо нравимся себе, постоянно хотим выглядеть лучше и лучше, но тут мне говорит, вот, Уралочка, и прошу заметить, я, кстати, об этом говорила, я ни разу не сказала, что она страшная, да, страшная уродина там или еще что-то, я, наоборот, помню, постоянно в обзорах говорила, говорю, ну, вот смазливая женщина, как может себя так довести, внешне смазливая, мне писали, Оля еще, ну, что ты говоришь, всякое такое, ну, вот, правда, я ее рассматривала, да, если не считая, там, полноты, там, объемов этих больших, да, мне казалось, что вот смазливая все-таки, что-то в ней есть интересное, и если похудела, то красотка была, и да, вот правда, ребят, а тут, представляете, сколько говна на меня вылилось, и вот зря, зря, наверное, я постоянно ее жалела, да, хотя я до сих пор вот считаю, да, что она не уродина, да, ну, просто вот по честности, по честности, они там на меня льют тону говна, вы знаете, ко мне не прилипает, вот они вроде, да, как на меня льют, да, ну, стену, но только не на меня, и поэтому, я думаю, к малинке тоже точно так же, и, знаете, вот я до сих пор не считаю ее, допустим, ну, уродиной, да, вот если бы она взялась за себя конкретненько, то, конечно, она смогла бы, ну, сейчас это сложно, потому что, действительно, обвисание, как она говорит, это очень сложно, и потом, если кожа обвиснет, тут уже надо какое-то другое вмешательство, да, и она мне, значит, выговаривает, что, Оля, займись тобой, типа, такая страшная такая уродина, боже-боже, прям, мне так страшно стало, я прям зеркало взяла, да, смотрю на себя, смотрю, мне прям плакать захотелось, думаю, Ралочка, зачем ты так со мной, зачем ты так со мной, на самом деле мне так смешно стало, ладно бы мне об этом говорил человек, да, какой-то, да, ну, совершенно другой, но об этом, да, мне говорит Уралочка, вот смешно, правда, ой, и еще, да, прям затрону тему, затрагивала ее уже относительно, что я влюбилась в Сафарчика, Ребят, я никому не желаю, даже врагу не желаю такой любви, честное слово, я никогда не уважала, и скажу более, терпеть не могла мужиков, которые сидят под юбкой у женщин, которые не работают, да, и сидят за счет женщины, никогда таких мужчин не уважала, и никому я, Ребят, не пожелаю такого мужчину, и еще смешно, да, что у нее же муж, он ее убьет, мой муж меня очень любит, взаимопонимание и доверие, и Сафарчик, кому ты нужен, кроме своей Уралочки, ну, вот правда, честное слово, кому ты нужен, ну, только ей, да, только ей, дыши спокойно, Сафарка, я замужем, и ты не в моем вкусе, в общем, ребят, что я уже затянула, и уже у меня огромнейший обзор, но я раз обещала, что сделаю обзор, да, в одном ролике, не буду там разбивать, разбивать на множество, то уж будет пусть обзор, обзором, да, поэтому буду заканчивать, потому что, ну, и правда, уже затянулась моя болтология с вами, Ребят, пишите свои комментарии, оставляйте свое мнение, я могла чего-то не досказать, могла чего-то не вспомнить, хотя, ну, постаралась выложить все свои мысли, в общем, жду ваших комментариев, жду вашего мнения, ну, и как всегда, прежде чем с вами попрощаться, прекраснейшего настроения, позитивных эмоций, мирного неба над головой, и плодотворной вам рабочей недели, обнимаю всех, мои хорошие, здоровья, здоровья, и еще раз здоровья, берегите себя и своих близких, пока, пока.